Я бы хотел пожелать всем нам, чтобы Господь на каждый день давал нам в сердце нашу песню новую. И чтобы эта песня, это была песня хвалы Богу. Несмотря на уныние, может быть, или какие-то переживания, но Бог может дать в сердце нашу песню новую. Сегодня время и день благоприятный для того, чтобы мы могли подвести кое-какие итоги. Вот прошла еще одна неделя, или один год, или один месяц, смотря кто, за чем сейчас наблюдает. У нас в семье есть маленький ребенок, так мы каждый месяц наблюдаем. Сегодня время, когда мы можем, представ пред Богом, просить о Его милости и благословении для нас. Чтобы Он мог исправить и направить и научить нас. Вот такой сегодня день, вот такое сегодня событие. Когда мы все вместе с детьми, с семьями пришли сюда, на это место, чтобы и спросить, и получить водительство и милости Божьи. Когда идешь в Дом Божий. Вы знаете эти слова? У вас хор поет такой гимн, когда идешь в Дом Божий? Да, я думаю точно, что поет. И у нас тоже поет. Когда идешь в Дом Божий, мы должны что сделать? Ты сердце приготовь. Я себе даже тут записал. Когда идешь в Дом Божий, ты сердце приготовь, чтобы слушать Слово Божье, Его Завет Святой. К престолу благодать им молитвы вознеси, чтобы силой Духа Бог благой тебя благословил. Мы ждем Твоей благодати наш Бог. Ты утешитель от всяких тревог. Ты силой Своей открыл небеса. Прославьте все Иисуса Христа. Это вот сегодня тот день, чем мы можем наполнить Его. Радостью и прославлением Бога. Потому что мы с вами дошли до этого места. И Бог сохранил нас и подарил нам вот это время. Общение вместе с Ним. В книге «Экклесиаст» записаны такие слова. 4 глава, 17 стих. Книга «Экклесиаст», 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою Твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Для чего мы приходим в Дом Божий? Чего я ожидаю вот от этого посещения, этого места святого, где Бог готов благословлять Свой народ? Вот об этих ожиданиях мы должны задумываться заранее. Прежде даже, чем мы, может быть, вступили вот сюда, прошли вот через эти двери, нашли свое место, заняли это место. Вы знаете, когда евреи шли в храм с семьями, с детьми, то их путь, это был путь такого подъема на храмовую гору. Очень образно так и очень интересно это выглядит. Как будто бы люди должны были подняться или оторваться от своих забот и переживаний. Люди должны были оставить все там внизу, чтобы приближаться к Богу. И это путь, это был путь размышления. Господи, что Ты хочешь сегодня сказать мне? В первую очередь, когда мы идем в Дом Божий, мы ожидаем Его Слово к моему сердцу. Потому что Он для каждого из нас сегодня особенное что-то приготовил. И если ухо мое настроено на слышание, то я уверен, что мы обязательно услышим, что Бог говорит мне сегодня. Когда Экклесиаст заканчивает вот эту четвертую главу, то прежде Он рассуждает о всем том положении или состоянии общества, в котором находятся люди. И Он говорит о том, что много очень печальных проявлений в жизни людей случается. Бывают и притеснения, бывают и зависть, и какое-то беспокойство, одиночество, непрочность человеческих мечтаний, желаний, неустойчивость. И вот когда Он подводит итог, Он говорит, а что же человеку благочестивому необходимо для того, чтобы отличаться или не быть похожим, или не идти в ногу с этим миром? И Он говорит, когда вы идете в Дом Божий, это вот первое действие, идете в Дом Божий, то приготовьте сердце свое и наблюдайте за ногой своей. Мы в первую очередь приходим сюда, чтобы получить наставление. Мы приходим сюда для того, чтобы получить обличение. Мы приходим сюда для того, чтобы получить утешение. Правда? И все это можно найти у ног Бога, Иисуса Христа. И все это Он дает просто. Он наблюдает за нашими шагами. Когда-то Иисус, находясь вот в храме, заметил такую вещь, что многие люди из общества израильского, они утратили вот эту трепетность, что ли, перед тем, как они вступают в храм. И Он заметил, что, допустим, вот этот двор языческий, где, в принципе, двор, который был предназначен для людей, которые ищут не из народа Божьего, но ищут Бога, там, где они могут находиться. И этот двор превратился, ну, настоящий рынок. Не хочу другое слово сказать, но рынок, где суета, где разногласия, где споры, где есть неверность, где есть угнетение, где есть обман. И вот этим было наполнено место. Иисус возмутился духом. Он говорит, что еще в Ветхом Завете было сказано, что не просто мы должны приготовить свое сердце, но даже вещи или какого-либо товара, если быть дословным, мы не могли проносить через храм. Знаете, как будто бы, шагая просто попутно, проходя мимо, мы заскочили в дом молитвы, заскочили в храм. Нет. Он говорит, настройте ваши сердца. Попытайтесь оставить вот все внизу, там, в долине, в ваших домах, вот эти переживания, беспокойства. К этому мы всегда успеем вернуться. Но получить водительство, получить благодать и милость Божью мы можем тогда, когда сердце наше открыто и готово к принятию слова, сегодня приготовленного Богом для меня. Молитва моя сегодня будет о том, чтобы Господь благословил нас. Вот оставить вот эти все трудности и переживания дома. И чтобы Бог сегодня мог проговорить к моему сердцу, каждому из нас. Чтобы это слово, оно сегодня, может быть, исцелило кого-то, может быть, ободрило кого-то, может быть, утвердило кого-то или обличило кого-то. Вы и этого не беспокойтесь об этом и не воспринимайте это близко так, что почему Бог меня обличает только. Потому что любит и делает это для того, чтобы исправить наши пути. А для чего исправление нужно? Чтобы мы достигли места и времени общения, вечного общения с нашим Богом. Вы готовы сегодня песнь новую в сердце свое принять? Готовы? Пусть Господь благословит. Мы сейчас будем молиться вместе с вами. чтобы Отец Небесный даровал нам этот мир и покой, открыл сердце наше, и мы могли воспринять Его благодать в этот день. И пусть это будет благословением на всю предстоящую неделю, когда мы вновь вместе все соберемся, чтобы прославить Его. Аминь. Давайте помолимся.